Азербайджанские СМИ сообщают, что сегодня на армяно-азербайджанской границе, участок Идживан-Казах, произойдет обмен 32 армянских пленных на два азербайджанских военнослужащих. Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Азербайджан освободит 32 армянских пленных, а Армения двоих азербайджанских солдат. Об этом говорилось в совместном заявлении аппарата премьер-министра Армении и администрации президента Азербайджана. Республика Армения и Азербайджанская республика разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности. В результате переговоров между аппаратом премьер-министра республики Армении и администрацией президента Азербайджанской республики была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает два азербайджанских военнослужащих. В качестве доброго жеста, Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН, СОР-29, об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской республики. Азербайджанская республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в бюро СОР. Республика Армения и Азербайджанская республика продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщества поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион, — говорилось в совместном заявлении.